Первое послание святого апостола Павла к Коринфянам. Первая глава. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас. Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего. Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Ибо от домашних хлоиных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят «я Павлов», «я Полосов», «я Кифин», «а я Христов». Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гаия. Да бы не сказал кто, что я крестил в мое имя. Крестил я также Стефанов дом. А крестил ли еще кого? Не знаю. Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте для погибающих юродства есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Ибо написано «погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу и родством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для еленов безумие. Для самих же призванных и иудеев и еленов Христа, Божию силу и Божию премудрость. Потому что немудрые Божия премудрие человеков, и немощные Божия сильнее человеков. Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое миро, чтобы пострамить мудрых. И немощное миро избрал Бог, чтобы пострамить сильное. И незнатное миро, и уничиженное, и ничего незначащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением и искуплением. Чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом. 1 Коринфянам 2 глава. И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие, не в превосходстве слова или мудрости. Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете. И слово мое, и проповедь моя, не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией. Мудрость же мы проповедуем между совершенными. Но мудрость не века сего, и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века сего не познал. Ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало уха, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это духом своим, ибо дух все проницает и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме духа Божия. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что всем надо бы насудить духовно. Но Духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. 1 Коринфянам 3 глава. 2 Коринфянам 3 глава. 2 Коринфянам 4 глава. 3 А все Бог возвращающий, насаждающий и поливающий. 3 Суть одна. 3 Но каждый получит свою награду по своему труду. Ибо мы — соработники у Бога, а вы — Божия Нива, Божие Строение. 4 Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание. а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы. Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веки семь, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их. И еще, Господь знает умствование мудрецов, что они свытны. Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше. Павел или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее. Все ваше. Вы же Христовы, а Христос Божий. 1 Коринфянам 4 глава. И никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения. И тогда каждому будет похвала от Бога. Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим. Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил? Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать. Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод и жажду и наготу и побои. И скитаемся и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим. Хули от нас, мы молим. Мы как ссор для мира, как прах, всеми попираемый до ныне. Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но не много отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Посему, умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе Сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде, во всякой церкви. Как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились. Но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу. Ибо царство Божие не в слове, а в силе. Чего вы хотите? С жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости? 1 Коринфянам 5 глава. Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. И вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело в собрании вашем имя Господа нашего Иисуса Христа, общее с моим духом, силой у Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны. Ибо Пасха наша Христос заклан за нас. Посему станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины. Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками. Впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам, не сообщаться с теми, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником. С таким даже не есть вместе. Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас. 1 Коринфянам 6 глава Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы не достойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви. К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и при том перед неверными. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете, и при том у братьев. Или не знаете, что неправедное царство Божие не наследует? Не обманывайтесь. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. Царство Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Пища для чрева и чрева для пищи. Но Бог уничтожит и то и другое. Тело же не для блуда, но для Господа. И Господь для тела. Бог воскресил Господа. Воскресит и нас силою Своею. Разве не знаете, что тела наши суть члены Христовы? Итак, от нему ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющиеся с блудницей становится одно тело с нею? Ибо сказано, два будут одна плоть, а соединяющиеся с Господом есть один Дух с Господом. Бегайте, блуда. Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. 1 Коринфянам, 7 глава. А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины. Но во избежение блуда каждый имеет свою жену, и каждый имеет каждое своего мужа. Муж оказывает жене должное благорасположение, подобное и жена мужу. Жена не властен над своим телом, но муж. Равно и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве. А потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление. Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я. Но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе. Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я. Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак. Ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь. Жене не разводиться с мужем. Если же разведется, то должна оставаться безбрачной или примириться с мужем своим. И мужу не оставлять жены своей. Впрочем же, я говорю, а не Господь. Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женой верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? Только каждый поступай так, как Бог ему определил. И каждый, как Господь призвал. Так я повелеваю по всем церквам. Призвано ли кто обрезанным? Не скрывайся. Призвано ли кто не обрезанным? Не обрезывайся. Обрезание ничто и не обрезание ничто. Но все в соблюдении заповедей Божиих. Каждый, оставаясь в том звании, в котором призван. Рабом ли ты призван? Не смущайся. Но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся. Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа. Равный, призванный свободным, есть раб Христов. Вы куплены дорогою ценой. Не делайтесь рабами человеков. В каком звании кто призван, братья, в том каждый и оставайся пред Богом. Относительно девства я не имею повеления Господня, а даю совет, как получивший от Господа милость быть Ему верным. По настоящей нужде за лучшие признаю, что хорошо человеку оставаться так. Соединен ли ты с женою? Не ищи развода. Остался ли без жены? Не ищи жены. Впрочем, если и женишься, не согрешишь. Если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковые будут иметь скорби по плоти. А мне вас жаль. Я вам сказываю, братья, время уже коротко. Так что имеющие жен должны быть, как не имеющие. И плащущие, как не плащущие. И радующиеся, как не радующиеся. И покупающие, как не приобретающие. И пользующиеся миром сим, как не пользующиеся. Ибо проходит образ мира сего. А я хочу, чтобы вы были без забот. Не женатый заботится о Господнем, как угодить Господу. А женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разность между замужнею и девицей. Не замужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святой телом и духом. А замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непристально служили Господу без развлечения. Если же кто почитает неприличным для своей девицы то, чтобы она, будучи в зрелом возрасте, оставалась так, тот пусть делает, как хочет, не согрешит, пусть таковые выходят замуж. Но кто непоколебим, отверт в сердце своем, и не будучи стесняем нуждою, но будучи властен в своей воле, решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот хорошо поступает. Посему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а невыдающий поступает лучше. Жена связана с законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе. Но на обложении, если останется так, по моему совету. А думаю, и я имею Духа Божия. 1 Коринфянам, 8 глава. 2 Коринфянам, 9 глава. 1 Коринфянам, 9 глава. 2 Коринфянам, 10 глава. 3 Коринфянам, 10 глава. 3 Коринфянам, 11 глава. 1 Коринфянам, 9 глава. 3 Коринфянам, 10 глава. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его как немощного не расположит ли и его есть идоложертвенная. И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего. 1 Коринфянам 9 глава. 1 Коринфянам 10 глава. 2 Коринфянам 10 глава. 3 Коринфянам 10 глава. 3 Коринфянам 10 глава. 4 Коринфянам 10 глава. 5 Коринфянам 10 глава. 5 Коринфянам 10 глава. 5 Коринфянам 10 глава. 6 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 Коринфянам 10 глава. 7 Коринфянам 10 глава. 6 Коринфянам 10 глава. 7 Коринфянам 10 глава. 7 Коринфянам 10 глава. 8 Коринфянам 10 глава. 8 Голосué Минфянам 10 глава. 9 Голосуй. 10 глава. 1 глава. 9 Голосуй. есть и пить и встал играть не станем блудодействовать как некоторые из них блудодействовали и в один день погибло их 23 тысячи не станем искушать христа как некоторые из них искушали и погибли от змей не ропщите как некоторые из них роптали и погибли от истребителя все это происходило с ними как образы описано в наставлении нам достигшим последних веков посему кто думает что он стоит берегись чтобы не упасть вас постигло искушение не иное как человеческое и верен бог который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил но при искушении даст и облегчение так чтобы вы могли перенести итак возлюбленные мои убегайте идолослужения я говорю вам как рассудительным сами рассудите о том что говорю чаша благословения которую благословляем не если приобщение крови христовой хлеб который преломляем не если приобщение тела христова один хлеб и мы многие одно тело ибо все причащаемся от одного хлеба посмотрите на израиля по плоти те которые едят жертвы не участники ли жертвенника что же я говорю то ли что и дал есть что-нибудь или идоложертвенное значит что-нибудь нет но что язычники принося жертвы приносят бесам а не богу но я не хочу чтобы вы были в общении с бесами не можете пить чашу господню и чашу бесовскую не можете быть участниками в трапезе господней и в трапезе бесовской неужели мы решимся раздражать господа разве мы сильнее его все мне позволительно но не все полезно все мне позволительно но не все назидает никто не ищет своего но каждый пользы другого все что продается на торгу ешьте без всякого исследования для спокойствия совести ибо господня земля и что наполняет ее если кто из неверных позовет вас и вы захотите пойти то все предлагаемые вам ешьте без всякого исследования для спокойствия совести но если кто скажет вам это идоложертвенная то не ешьте ради того кто объявил вам и ради совести ибо господня земля и что наполняет ее слове же разумею не свою а другого ибо для чего моей свободе быть судимой с чужой совестью если я с благодарением принимаю пищу то для чего порицать меня за то за что я благодарю и так едите ли пьете ли или иное что делаете все делайте славу божию не подавайте соблазна не иудеям не еленам не церкви божией так как и я угождаю всем во всем еще не своей пользы но пользы многих чтобы они спаслись